Технопарк «Втвори гора» в Краснодарске открывает бесплатные занятия по астрономии для детей 5-10 классов. Сейчас подробности узнаем об этом курсе. У наших гостей директор Центра дополнительного образования медиа-мастерска Юлиана Позолотина и преподаватель астрономии Роман Морячков. Доброе утро! Доброе утро! Ну и сперва расскажите вообще, как будут проходить уроки астрономии и астрофизики, в каком формате? Ну, это занятия два раза в неделю, по два часа, но, как мы предполагаем, наверное, они будут несколько затягиваться, потому что процесс — это такой очень увлекательный, и у Романа предполагается очень много вещей, ну, не теоретических, когда мы что-то смотрим на компьютере около доски, а когда он... Именно интерактивный. Есть еще и практические, да. То есть сами занятия, да, примерно там полтора часа для старших школьников или младших школьников. Будет работа с симуляторами неба, то есть там можно и за компьютером поработать, домашние задания с наблюдениями неба. Ну и, конечно же, это практические, то есть там, если ясное небо, у нас занятия уже проводятся не в классе, а выходим на улицу с телескопом и ориентируемся по небу, изучаем созвездия, расположение планет, текущая, там, ну и, в принципе, все, что связано с небом. А вот возникает вопрос, в какое время будут проходить эти занятия? Ну, чтобы звезды разглядеть, нужно, наверное... Заканчиваться они будут в восемь вечера, к сожалению, мы позже... Ну, для нас несколько затруднительно, но я думаю, что дальше есть еще путь домой и всякие разные вещи, когда мы просто уже вышли на улицу, и можно посмотреть наверх. Да, даже фитнес-тренеры предлагают чаще смотреть на звезды, чтобы здесь есть и практическая польза, чтобы не было с половиной подбородков. Ну, это практическая польза от астрономии для девушек. А для мальчиков не нужно. Ну, для мальчиков не знаю. Это привычка тех, кто увлекается астрономией. Когда человек выходит из здания, из любого, сразу поднимает глаза вверх. Потому что интересно, а какое небо сейчас? Ну, да, наверное, мы даже не замечаем, да, на непроизборном движении. Мы как раз перейдем к этой теме относительно того, какую значимость наше небо, вот Красноярское, представляет из себя. Особенные ли какие-то вещи можно увидеть именно в нашем регионе, наблюдая за небесными делами? Да, географическое расположение, края города. На счет особенностей как-то вот выделяющих, сложно сказать, это скорее доступность. То есть мы не отличаемся, там, не знаю, от Европы, от Америки в плане того, что мы тоже можем этим заниматься. У нас также доступно небо, причем доступно не только наше северное полушарие, а часть южного, ну, там, Земля под углом немножко, и у нас проявляется там все созвездия Ориона, еще немного южные созвездия. То есть у нас большая часть небесной сферы доступна, и мы можем изучать ее. То есть это большая карта, по которой можно ориентироваться и исследовать объекты. Но у нас тоже доступно сейчас небо, да? Да, давайте расскажите, покажите, что станет элементом занятия, если мы правильно понимаем. Ну, к примеру, если именно к карте обратиться, ну, вот как люди обычные пользуются картами Земли, там, не знаю, Яндекс-карты или какие-то дублилисты, да, мы знаем там город, улицу, номер дома, и мы можем найти какую-то организацию. Здесь примерно то же самое. То есть занимающийся, он будет знать, что за созвездие он видит, и как с помощью этого созвездия сориентироваться. То есть мы там знаем, где большая медведица, например. Ну, многие знают, да, там могут найти ковш. По ней мы можем найти сразу же направление на полярную звезду. То есть две крайние звезды ковша медведицы обращаются на полярную звезду. Ну и так далее. То есть и постепенно они изучат все небо, то есть где как расположены созвездия. И зная созвездия, уже можно сориентироваться, где какие объекты, где какое рассеянное скопление, шаровое, где галактики находятся, где сейчас планеты, там, пути движения планет, там, то есть эклиптики. И роман-то рассказывает про эту уже, по сути, такую мозаику и таинство звездное. Я понимаю, что он еще и изначально дает ребятам разного возраста те вещи, которые не дает ни один другой предмет. Потому что астрономия дает почувствовать понимание вечности, мгновения, большого и маленького, что было до тебя, что будет после. То есть это такой кусочек в мировоззрении. Да, 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 да. То есть про важное, про настоящее, про большое, про значимое, про сопоставление. А астрономию относят к гуманитарному науку? Далеко нет. Вот я поэтому и говорю, да, что это все-таки снежная дисциплина. Здесь можно затрагивать много философских вопросов. То есть я думаю, мы тоже будем поднимать вопросы такие довольно извечные. То есть там, как появилась Вселенная, наш мир, что будет дальше там и так далее. Но мы оперируем уже как раз астрономическими числами. Там огромные расстояния. Для нас это, например, звездное небо, это уже не просто картинка. Это путь только. Это как бы навигационные звезды, по которым мы уже ориентируемся. Мы видим мир не плоским, вот красивая картинка и все. А мы видим его трехмерным. То есть мы видим, что мы, это маленькая планета в огромном пространстве. Это Солнечная система, большая. И дальше это галактика, которая находится в суперскоплении галактик и так далее. То же самое по времени. То есть да, это миллиарды световых, миллиарды лет до, миллиарды лет после. Не гуманитарная, совсем не гуманитарная, а вот это все объясняет не точными словами. Очень интересно. Вот еще вы нам принесли предметы какие-то, что вы хотели занять? Это фрагмент практического занятия. То есть мы будем рассказывать оптическую схему телескопа. То есть как, например, телескоп линзовый фокусирует собранный свет в один пучок, который направляется к нам в глаз, и мы видим уже увеличенное изображение. Ну, к примеру, могу показать, то есть мы берем, не знаю, как там. Да, сейчас и мы попытаемся показать. То есть свет, ну, примерно, да, прямой, параллельные лучи света заходят в телескоп, и вот, и они фокусируются. То есть видно, как линза искривляет луч. То есть вот, двигаясь к краю, вот, видно, что по разным краям линзы, как бы вот, луч заворачивается в разные стороны, да. То есть и получается, прямой пучок, попадающий на всю линзу, он собирается уже в маленький узкий пучок. Другое, наоборот, вогнутая линза, она, наоборот, как это, лучи... Да, у нее расходятся в разные стороны. Вот, то есть от центра они идут в другую сторону, в противоположную, то есть отходят от центра. Вот, то есть с помощью набора разных линз, зеркал отражающих, как раз фокусируется изображение уже в окуляр. Школьник туда смотрит и видит объект как раз. То есть он видит маленькую звездочку, например, сейчас вечером, яркая Венера, вечерами видна ей. Люди смотрят в телескоп и удивляются, а там видно серпик. Маленький такой вот серп планеты, то есть она сейчас вот как раз видна, как фаза Луны. Но это другая планета, вот, ну, как бы это интересно. Это действительно интересно. А как вы собираетесь? Мне кажется, желающих будет очень много. И не во всех школах сейчас в Краснодарском крае есть астрономия и астрофизика. И это только предполагаемый проект наших чиновников. Скажем так, вы будете как-то какой-то отбор устраивать, не знаю, или по горячим глазам смотреть? А вот этот вот, видно, заинтересован, его возьмем. А ты иди еще посмотри на небо, в следующем году придешь, да? Ну, в этом смысле, сначала будут собраны все желающие, вот, и мы постараемся все-таки удовлетворить потребности их ребятишек. То есть даже если их будет больше, да, но будем тогда понимать, думать, да, про две-три группы. Вот, так как еще и группы очень маленькие, группы всего по восемь, максимум десять человек, чтобы у каждого была возможность именно, да, поэкспериментировать, ручками все это прожить, прочувствовать и понимать. Вот, поэтому я думаю, что этот вопрос мы как-нибудь решим, обязательно всех желающих возьмем. Прекрасно, пожелаем. Удачи вам пожелаем в этом деле, в этом обучении. Представим еще с гостей. Взрослых, да, к сожалению, нельзя, мы расстраиваемся, но зато напоминаем детям, что можно прийти и пройти курс астрономии и астрофизики с такими прекрасными преподавателями, которые сами говорят и любят эту науку. Представим, что с гостей. Да, Елена Позолотина, директор Центра дополнительного образования медиа-мастерской, Роман Морячков, преподаватель астрономии, были у нас сегодня в студии и разбавили утро своими звездными телами. Спасибо большое.